На нашу землю положила свой взгляд инопланетная цивилизация, решившая использовать целую планету в качестве своего огорода, а людей в качестве удобрения. Эти пришельцы вышли буквально из-под наших ног, чтобы нести смерть и разрушение. Попытки военных остановить их ни к чему не приводят, ведь эти машины смерти окружены защитным полем, не пропускающим огонь оружий. Тысячи паникующих людей пытаются найти безопасное место, стараясь обогнать саму смерть, и вы в числе этих самых людей. У вас есть непослушный сын и напуганная дочка, и именно вы в ответе за их жизни. Возникает вопрос, как выжить в этой ситуации? Именно это мы и попытаемся понять, разобрав фильм «Война миров». С вами киноголик Бережной. Приготовьтесь воспитывать детей на ходу, будьте осторожны с другими людьми и не оставайтесь на ночь с сумасшедшим мужчиной. Ведь мы с вами собираемся выиграть войну миров. Итак, фильм начинается в доке Нью-Йорка, где крановщиком зарабатывает себе на жизнь старина Том Кукуруз. Уехав после смены, он встречается со своей бывшей женой и ее текущим мужем, которые решили провести уикенд у своих родителей, оставив двух детей на попечение Тому. Круз, как мы можем видеть, такой себе заботливый отец, ведь в его холодильнике мышь повесилась, дома полный беспорядок и отношения с детьми у него, мягко говоря, натянутые. И вот после неудачного воспитательного разговора с мистером Ге, потому что гормоны, Том идет спать посреди дня, оставляя детей самим себе. Отец года и никак иначе. Чем дети, по его мнению, могли занять себя в его храпное время? Представим, что Гармон написал свое сочинение, заданное в школе, а доча сделала уборку, прочитала пару глав своей любимой книги и построила адронный коллайдер из двигателя и пропавшего молока. И тут им наверняка захотелось бы немного отдохнуть и расслабиться, поэтому я бы на их месте сыграл раунд-другой в мех-арену. Ведь мех-арена — это динамичный PvP-шутер, где вы сможете взять управление одним из многих доступных мехов. И когда я говорю динамичный, я это имею в виду, ведь сама игра подталкивает к быстрым и стремительным матчам. Емкие карты, почти мгновенный подбор игроков, интересные режимы и понятный геймплей могут дать в результате не один десяток матчей всего за один час. Вот вам пример из жизни. Я в последнее время стараюсь придерживаться в работе правила 15 минут, где 15 минут я сосредотачиваюсь на работе, а после 3 минуты позволяю себе отдохнуть. Так вот, за эти 3 минуты я вполне успеваю сыграть один полноценный матч в мех-арене. В этой игре вы сможете самостоятельно кастомизировать своего любимого меха, меняя ему оружие, укрепляя его корпус и добавляя ему красок, чтобы выделить его среди остальных серых машин. А сейчас это все сделать проще обычного, ведь в мех-арене наступила неделя приветственных наград, в которых вы сможете получить, например, крутую и мощную пушку – диск-лаунчер. Должен отметить, что игра не стоит на месте, и уже сейчас разработчики обещают игрокам множество специальных мероприятий в честь будущего Хэллоуина. Играть в мех-арену можно совершенно бесплатно на Android и iOS. А по моей ссылке в описании или QR-коду на экране вы получите бонусный скин Desert Digital, 200 А-коинов и 10 тысяч кредитов для быстрого начала. А еще вот по этому Game ID вы сможете найти в этой игре мой профиль и добавить меня в друзья, и, возможно, мы даже встретимся на полях сражений. Качайте мех-арену и рвите врагов на металлолом. Ну так вот. Проснувшись после сладкого храпака, кукуруз спускается вниз и обнаруживает, что его сын внаглую угнал в его машину, чтобы прокатиться с друзьями. На улице он замечает странную светящуюся воронку на небе, и забыв про своего сына, вместе с дочкой выходит на задний двор для лучшей обзорности. Внезапно воронка разражается молниями, которые завораживают кукуруза, пока его дочь в страхе пытается уговорить его уйти домой. И боясь, что его железные кахоны выполнят роль молнии от вода, Том все-таки забегает на второй этаж дома, где прячется под столом. Молнии заканчиваются отключением всей электроники в районе, включая и машину, на которой уехал Гармон. Том просит Гармона идти домой к сестре, а сам отправляется к месту ударов молний, ведь все они почему-то били строго в одну точку. Собравшихся на месте Зевак спугивает землетрясение, причиной которого оказывается вылезший из-под земли робот Тренок, который после классического «Картошка домашняя, свежая, развалистая, очень вкусная» начинает постепенный выказ населения этого района с помощью лазеров. Быстроногий Том умудряется выжить в этом хаосе и добраться до дома, где ничего не может объяснить напуганным детям. Дети, как и сам Том, напуганы, но необходимо срочно что-то предпринять до прихода Тренок, поэтому действовать придется быстро и слаженно. В первую очередь, стоило сказать детям, что на нас напали неизвестные враги, и нужно слушать и выполнять все наши команды. Так мы бы сразу отрезвили их, потому что нам крайне необходимо их послушание и их помощь. Дальше нужно собрать все самое необходимое для побега в неизвестное направление на неизвестное время. Сомневаюсь, что у кого-то из нас есть тревожный рюкзак с документами, аптечкой, средствами связи, запасом еды и воды на пару дней и каким-никаким оружием, поэтому нужно в срочном порядке его организовать. С собой нужно взять не портящуюся еду, в идеале консервы и крупы, соль, а также немного сахара. Не забываем про емкость для готовки в полевых условиях, который может послужить кастрюля, туда же добавляем ложку и вату со спичками для розжига. Самое важное – это запас воды на каждого человека хотя бы по 2 литра в день. Не забываем и про аптечку, куда кладем средства от вашей аллергии, если таковая имеется, бинты и жгуты, любое антибактериальное средство для обработки ран, активированный уголь и аспирин. Туда же засовываем важные документы по типу паспорта, сменную одежду и осталось позаботиться только лишь об оружии. Я бы, например, взял гвоздодер, если бы таковой у меня был, или хотя бы кухонный нож. Ну а про средства связи даже и заикаться не приходится, ведь пришельцы, судя по всему, использовали Эми, сломав всю электронику. Итого мы собрали себе сравнительно неплохой экстренный рюкзак, с которым реально можно будет попытаться выжить пару дней, а вот у героев с этим, ну, беда. Ну и еще один момент. С такой улыбкой наблюдать за возникающим в теории торнадо, да еще и со своей маленькой дочкой, это, конечно же, просто конгениально. Том приказывает ничего не соображающему Гармону взять еду, а сам он взял из тайника свой револьвер. Втроем герои вышли на улицу и дошли до единственной рабочей машины, в которой по совету кукуруза поменяли соленоид. Я, конечно, не механик, но разве Эми не должна была выжечь всю электронную начинку этого авто, а аккумулятор превратить в страшного динозавра. Кто разбирается лучше моего, прошу отписаться в комментариях, самому просто интересно. Том сажает свою семью и невнятно просит знакомого механика уехать с ним, но тот отказывается, посчитав кукуруза сумасшедшим. Ну а через секунду его в пыль разносит ебунячий лазер. Герои обзавелись единственным в округе рабочим авто и ринулись ехать к маме детей прямо по главному хайвею. По пути Том в общих чертах рассказывает то, что видел и что, по его мнению, происходит. У них получается доехать до элитного квартала, где все еще есть электричество. Но в доме, несмотря на включенные везде лампы, никого не оказывается, что говорит, что все уехали в другой город, как и собирались это сделать. Телефоны никто не берет, дети хотят есть, и тогда Том решает сыграть в Гордона Рамзи, но по итогу у него получается баба Нюра из столовки. Непоевшие герои совершают умный поступок и решают спать в подвале дома. Но там ведь должен был быть холодильник твоей бывшей жены, Том. Также там наверняка есть полки с крупами и другими ништяками твоей бывшей жены, Том. Почему бы просто не пройтись по ее с нынешним мужем запасом, чтобы хоть как-то заполнить свои пустующие желудки. Но это типа ладно, главное, что в этом месте пока что нет тренок, а значит тут безопасно. Поэтому что правильно собираемся с мыслями, занимаемся сбором вдумчивого рюкзака для выживания. Теперь ко всему прочему стоило поискать полезные предметы типа надувной лодки для рыбалки, удочек, непромокающей ткани для палаток и так далее. А самое важное, что нужно сделать ночью, это решить, куда ехать и что делать дальше. Я бы, будь я на их месте, пытался бы дозвониться до родителей, а после успешного созвона сообщил бы им, что мы намереваемся уйти как можно дальше от города, чтобы попытаться выжить в лесу, например. Также нужно сообщить хотя бы примерный свой маршрут, сказав, чтобы все остальные ехали туда же, покинув город как можно скорее. В этом доме, скорее всего, нашлась бы хотя бы одна лопата, топор, а также много теплой одежды. Ну а утром как можно раньше мы бы выехали в сторону намеченной точки. Выживать в городе без сплоченной группы единомышленников и в условиях, когда из-под земли вылазают враждебные треноги, такая себе затея. Ночью и в этом месте начинают бить молнии, но героям удается спрятаться в небольшой бойлерной. С утра неспящий кукуруз выходит на разведку и обнаруживает, что прямо на их дом упал пассажирский самолет с Гэри на борту. Ладно, это вообще не та история, забудьте. В запасах еды самолета копошатся люди, которые оказываются журналистами. Одна из них показывает Тому запись молний, где видно, что на этих молниях прямо в землю спускаются какие-то объекты. Это и есть пришельцы, управляющие закопанными многие миллионы лет назад треногами. Журналисты уезжают, да и герои здесь надолго не задерживаются. Том поступает по-умному и старается объезжать главные шоссе, чтобы не привлекать внимание рабочим автомобилям. По его плану они окольными путями доберутся до одного из паромов, чтобы переплыть в Гудзон и доехать до Бостона, где находится его бывшая жена. Но по дороге у дочи не выдерживает мочевой пузырь, и она требует остановки. Том останавливается, и дети разбегаются в разные микровселенные, чтобы сделать свои дела. На реке доча своими глазами видит десятки мертвых тел, плывущих по течению, и в туалет ей больше не хочется. По дороге в сторону города двигается колонна военных, к которым хочет присоединиться Гормон. Он считает своей святой миссией дать отпор захватчикам, но он забывает о том, что у него есть маленькая сестра, о которой нужно заботиться. После короткого спора герои продолжают ехать до парома. Забудем про этого самоубийцу и вспомним про то, что вы еще не поставили лайк этому видео. Шучу не надо, а то еще не дай бог видео в тренды выйдет, а оно мне как бы зачем? В общем, плохая идея отпускать двух своих детей по делам нужды куда-то на другой конец вселенной, в условиях, в которых находятся герои. Я бы предложил им постучать в один из здешних домов. Во-первых, нам нужна еда и вода, во-вторых, детям надо в туалет. И если бы хозяев дома не было, а судя по глухой пустоте вокруг здесь никого нет, можно было бы зайти внутрь и разжиться, чем бог послал, да еще и в комфортабельный туалет типа сортир сходить. И это не мародерство, ведь мы не станем никого грабить или убивать, мы лишь возьмем самое необходимое, что может быть уже и никому не нужно. Но надо быть предельно осторожным, ведь в США и в мир на это время можно получить пулю, вломившись на чужую собственность, а сейчас и подавно. Уставший кукуруз передает руль Гармону, а сам отправляется в свой любимый храп. Гармон же привозит их прямо в городок, где идут сотни людей. Люди, видя работающую машину, начинают превращаться в толпу и бесчинствовать, пытаясь заполучить транспорт. По итогу Тома и Гармона вытаскивают из салона, а маленькая дочь не может выйти из-за наседающей толпы. Происходит выстрел в воздух, и это отрезвляет людей, но внезапно Том чувствует холод стали у своего виска и, уступая требованию захватчика, бросает револьвер, забирает своих детей и уходит пешком. Но случайный человек в толпе подбирает револьвер и убивает захватчика, провоцируя толпу на новую волну агрессии. Пешеходы доходят до парома, где тысячи людей ждут своей очереди, слушая прекрасные мотивы американской классики. Но треноги портят приятный вечер, вливая панику в ряды людей, которые теперь уже не смотрят на порядок в очереди, а просто пытаются выжить. Героям удается забраться на паром до того, как приказывают поднять трап и отдать швартовы, но не всем так везет, и большинство людей остаются на земле с врагом за спиной. Паром отходит, но на каждый Титаник найдется свой айсберг. Из-под воды выходит тренога, которая переворачивает паром, и только лишь чудом героям удается переплыть гудзон, оставив тысячи других гибнуть за собой. Изначально идея ехать куда-то на какой-то там паром вызвала бы у меня реакцию рыбы-фугу на морковку. Ну там же будут люди, а в данных обстоятельствах я бы многое отдал, чтобы быть подальше от людей. Что-то мне подсказывает, что вместо поиска парома стоило заняться поиском лодки, ведь гудзон не такой уж и широкий, его можно было бы переплыть на веслах. А что касается организации переправы, то тут все плохо, начиная от орущей музыки, которая слышна на многие километры вокруг, заканчивая машинами на пароме, которые по сути дела бесполезны, но занимают место для людей. Герои прибиваются к беженцам, пока не натыкаются на место боя, где солдаты занимаются сдерживанием наступающих тренок. И это именно сдерживание, ведь земное оружие не наносит им никаких повреждений, не проходя сквозь протасские щиты. Поехавший Гормон, совсем одичавший из-за отсутствия здоровых пиздюлей, бежит прямо в галактический замес, заставляя Тома оставить дочу и побежать за собой. Он просит оставить себя, чтобы... Он просит оставить себя для того, чтобы... Для... Он просит оставить себя. Короче, сдохнуть он захотел и просит не мешать ему в исполнении своей мечты. Кукуруз вместо оздоровительных люлей просто отпускает сына, уходя от места боя с дочей. Благо, они замечают мужчину, зовущего их в подвал. Туда-то они и забегают. Мне нечего сказать по поводу поступка Гормона. Он просто конченый эгоист, не способный думать ни о ком, кроме себя. Туда ему и дорога. Жалко, только в конце эта тварь все испортит своим появля... К черту, это спойлеры к фильму 2005 года. В общем, Тома с дочей приютил никто иной, как Энди Дюфрейм, страдающий паранойей и манией после долгой отсидки. Он предлагает пожить им вместе, ведь у него якобы есть вода и еда для трех людей на пару недель. Том ничего не отвечает и пытается лечь спать, но Энди отвлекает его бесконечным потоком слов а-ля я знаю, что такое смерть и я знаю, что такое настоящее дерьмо. Потоки прерывают странные звуки снаружи. Оказывается, что треноги, разобравшись с солдатами, начали прочесывать каждый сантиметр в поисках оставшихся людей. И тогда Энди выдает свою истинную природу. С бешеным огнем в глазах он рассказывает о том, что они с Томом будут первыми, кто дадут отпор треногам. Этот взгляд прямо-таки говорит «Мама, роди меня обратно!» Ситуация не из лучших, но по крайней мере у нас есть временное укрытие от врага. Тем не менее, я бы посоветовал Тому спрятать дочу в самый дальний угол или комнату подвала. Посмотрите на щупальца треног, которые бегло прочесывают землю. Мне кажется, они и в подвал смогут пролезть, например, через эту дыру. Поэтому нужно заранее подумать о месте для пряток. К примеру, можно взять один из стеллажей, поставить его в угол и накинуть на него ткань, чтобы иметь возможность скрыться за ним. Что до Энди, то с этим человеком в одной комнате я бы не уснул. Тем более, после его слов про убийство, треног и прочий бред. Я не сторонник прямой конфронтации с вооруженным человеком, но вот хитрость никто не отменял. Как насчет напоить его имеющимися запасами шнапса, а после оглушить, связать и отнять оружие? Спустя какое-то время из стен подвала начинают прорастать непонятные красные водоросли, отношения между героями все больше накаляются. Но это не все новости дня. Треноги решили сделать подвал у ФГДС и пустили кишку, которая внимательно осматривает подвал на наличие всякого рода язв и шлаковых отложений. И тут героям очень пригодился бы угол с закрытым стеллажом, но его не оказывается. Не заметившая трех человек кишка улезает обратно, а на ее место спускается отряд пришельцев, которые начинают изучать убранство человека. В это время Энди заряжает дробовик и целится в одну из тварей, но кукуруз не хочет жертвовать собой с дочкой ради жизни одного пришельца. Пока шла немая борьба, пришельцы закончили осмотр и возвратились обратно, так и не заметив героев. Спустя еще какое-то время герои обнаруживают, что водоросли растут все сильнее, а кормом им служит людская кровь, которую треноги распыляют по всей округе. С этого момента Энди окончательно выходит из себя, начиная безостановочно кричать, рискуя привлечь врагов в подвал. Судьба сыграла злую шутку с Энди. Избежав из одной тюрьмы при помощи прокопанного туннеля, ему вновь предстоит копать туннель, чтобы сбежать на сей раз с земли. Набравшись смелости и решимости, Том закрывает глаза дочей и разбирается с Энди раз и навсегда. Жестоко, но, увы, в данных обстоятельствах этот человек представлял большую угрозу, чем даже пришельца, ведь он полностью потерял над собой контроль. Единственное, что сделал бы я, так это постарался бы убрать тело в дальний угол подвала, накрыл бы его чем-нибудь, взял бы все запасы и обосновался бы в комнате с туннелем, чтобы там ждать возможности побега. Это закрытая комната, и там есть туннель, в котором при необходимости смогут спрятаться два человека, закрывшись зеркалом, как они это уже делали. Там было бы гораздо безопаснее, чем в главном помещении. Уже этой ночью происходит второй сеанс ФГДС, в ходе которого Кишка замечает героев, но сама же становится жертвой разъяренного Тома, которая кивождь отрубает стальную щупальцу вражения. Только вот доча в панике успела убежать, и поэтому отцу приходится бежать за ней наверх. А наверху все приобрело багровый оттенок, и в этом томате кукуруз никак не может найти дочь. А вот его находит тренога, от которой он пытается спрятаться, но в итоге тренога отвлекается на дочу, которую и забирает с собой, оставив Тома на десерт. Но Том находит способ привлечь Исполина. Он хватает пояс с гранатами из военного хаммера и кидает одну из них в гиганта, щиты которого блокируют угрозу извне. Оскорбленная таким поведением тренога, хватает Тома и запихивает его в одну из двух людских клеток у себя на боках. Там он находит дочь, но его находит щупальце, которая затягивает людей внутрь для переработки их в удобрение. За Тома хватается военный, и че уж тут греха таить, все бы мы за него ухватились, и благодаря слаженной работе кукуруза удается вытащить наружу. Раздается взрыв, и тренога падает на землю, вспыхивая фейерверком. А все из-за Тома, который скормил ей пояс Шахида. Ну и пережившие весь этот ужас герои пришли таки в Бостон, где обнаруживается странное. Красные водоросли начинают вять буквально на глазах, а треноги не подают признаков жизни. Однако один из Полин из последних сил подымается, но только лишь для того, чтобы упасть под градом выстрелов. И это тоже благодаря Тому и его наблюдательности, ведь он заметил, что птицы спокойно сели на треногу, что значит, что щиты отключены. Из рухнувшей машины пытается выйти пришелец, но он задыхается, ознаменуя победу человечества в этой войне. И как мы поймем дальше, эти существа были побеждены не человеком, а простыми земными микробами и вирусами, которые подорвали неподготовленное здоровье гостей с другой планеты. Да, вы правильно подумали. Чтобы победить инопланетных захватчиков, нужно просто чихнуть на них. Они-то в своем развитии еще не додумались до многоразовых масок. Ну а после зализывания ран человечеству надо будет многое сделать. Начиная от восстановления разрушенных городов, заканчивая изучением оставленных пришельцами технологий. А еще сюда добавьте вполне весомую вероятность начала новой пандемии неизвестной космической заразы, ведь пришельцы могли принести свои бактерии и вирусы, которые нападут уже на наши неподготовленные иммунные системы. А самое главное, люди должны понять, что теперь у всех наций появился один главный общий враг. И этот враг опасен и силен, поэтому против него нужно объединить свои силы, забыв внутренние различия, иначе всех нас ждет печальный конец. Ну а что до кукурузы с дочерью, то они спокойно доходят до дома его бывшей жены, где их встречает и гормон. Как он выжил в той заварушке одному, только богу известно, все вопросы не ко мне. Вот так мы и выжили в фильме «Война миров». Пишите в комментариях, как бы вы действовали на месте главных героев, и не забывайте про мою юрту в телеграмме и группу ВК. С вами был Вячеслав Бережной. И напоследок, озвучка у этого фильма почему-то мне прям понравилась, особенно вот этот вот момент. Все нормально. Потому что твои машины, потому что... Я знаю, мы именно туда и направляемся. Хотя, возможно, они едут обратно. Я знаю!